Уважаемые партнеры, дайте обратную связь. Ставим 100, если слышно меня отлично. Как и говорил, что давайте будем более организованы, заходим за 15-10 минут до начала. Важная тема, очень важная тема. Уверен, что то, что сейчас мы постараемся дать всем нашим партнерам, но эта тема будет очень-очень актуальна, поэтому давайте, смотрю, комната очень быстро наполняется. Спасибо, Марина. Да, еще большая просьба для всех тех новичков, которые заходят, скажем, с ошибочками. Пожалуйста, пишите имя, можно и фамилию, и запитайте, какой ваш город, чтобы мы могли понимать, из какого города мы здесь находимся. Посмотрим ширину географии. Но могу сказать, тема, она абсолютно охватывает весь мир. Вот, вижу ваши соточки, все отлично, связь есть. Томск. Здорово. Давайте, что, мы еще максимально приложим усилия на того, чтобы наши партнеры смогли побывать на этом мероприятии. Мало того, чтобы просто в чат бросить информацию. Поверьте, мы не всегда сами сидим в чатах, мы уже отошли от сидения в чатах. Раньше была такая работа, сейчас более индивидуальная, поэтому информация с чатов до нас доходит не всегда быстро. Вот. Лучше всего это сделать в личку вашим ключевым партнерам и попросить их сделать то же самое. Также я вам рекомендую особо ключевым партнерам просто сделать дозвон, потому что, поверьте, тема очень, ну, такая животрепещущая для всех нас, об этом мы еще тоже поговорим. Вижу, география отличная, но мы еще сделаем перекличку ровно через 9 минут. Давайте будем пунктуальными, да. Наталья, привет. Азорина Наталья вижу тоже здесь. Вот. Смотрите, очень много партнеров, все отлично. Вижу наполняемость комнаты, я думаю, что сегодня будет аншлаг. У нас смещаемость комнаты всего 100 человек, поэтому те, кто успеет зайти, поприсутствуют на нашем вебинаре. Ну, как говорится, тот, кто нет, потом, как говорится, расскажете, да. Вот. Потому что запись не планируем делать. Вот. Поэтому еще раз всех просим вас приготовить какие-то тетради, ручки для того, чтобы для вас, чтобы вы могли записать какие-то важные мысли, которые, ну, вы унесете с этого вебинара. И самый важный момент, друзья, какие-то вопросы давайте будем тоже записывать, задавать в эфир сюда, какие ответим очень хорошо, какие-то созреют в процессе. Вы тоже выписывайте эти вопросы, мы, по сути дела, потом, возможно, еще отдельно как-то соберемся и ответим уже на все ваши те вопросы, которые у вас возникнут по ходу этого вебинара. Так, вижу, звук отличный. Все, друзья, давайте сделаем какую-нибудь 5-минутную паузу, какой-нибудь сейчас я приятный ролик загружу. Так, Armel World. Так, сейчас с официального сайта компании. Что-нибудь приятное, да, мотивирующее для всех нас, чтобы поднять настроение. Так. Так, 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 давайте. Вспомним ближайшее очень приятное мероприятие, которое было совсем-совсем недавно. Это премиум 2020. Надеюсь, многие из вас уже побывали на этом мероприятии. Кто нет, смотрите, как проводит компания эти мероприятия, потому что уже совсем скоро мы тоже будем с вами встречаться. Пусть онлайн, возможно, в ближайшее время тоже и онлайн, вернее, оффлайн встретимся с вами. Так. Так, доброе время, да, доброе время суток. Так, так, так. Еще пятиминутную паузу. Сейчас включим ролик. После ролика услышимся. Не упускайте время. Максимально собирайте всех своих партнеров и ровно через пять минут мы начинаем. Пламенный-пламенный привет. Давайте, пожалуйста, эмоции в наш чат. Уважаемые партнеры, очень рады, что такое большое количество партнеров собралось на сегодняшний вебинар. Представимся, кто нас не знает, мы семья Селезневых из города Оренбурга. Всем привет, привет. Компания «Три года», являемся с Афиром мастерами. И, друзья, сегодня для вас проведем очень важный вебинар на тему «Как заработать или выжить в кризис, друзья». Напишите, пожалуйста, соточки. Еще разочек давайте проверим связь. Если связь у нас отличная, мы начинаем. И также, друзья, вижу, соточки пошли. Все, связь супер. Так, будем сегодня без видео, чтобы действительно звук был качественный, чтобы никаких у нас не было нюансов по связи. Наши фотографии вы увидели. Кто-то из нас с нами лично знаком. Всех, друзья, рады. И давайте еще раз сделаем перекличку. Пожалуйста, напишите, из каких вы городов. Потому что о том, о чем мы будем действительно сегодня говорить, это будет касаться абсолютно каждого жителя нашей планеты Земля. Байконур, Тюмень, Шрия, Биск, Приморский край, Московская область. Друзья, давайте поактивнее, чтобы мы могли. Крым, друзья, город Судак. Как мы хотим Судак. Очень любим это место. Омск. Так, Казахстан. Напишите, Казахстан откуда. Нижний Тагил. Ребят, география отличная. Вот, Московская область. В общем, видим, ребят, что Ростов-на-Дону. В общем, всем еще пламенный привет. Итак, ребят, ну что ж, знаю, что большинство из вас уже из Донецка, ребята. Вечер, ну не хочется говорить добрый вечер, друзья, потому что вечер как-то закат уже, да, окончание дня. Но все хорошие дела делаются вначале. Поэтому, ребят, скажу вам доброго утра. Надеюсь, это как-то вас немножко забодрит. И напишите, пожалуйста, как ваше настроение. Знаю, что у всех абсолютно сейчас карантин. Вот, да. Вот. Закрыты многие развлекательные учреждения, школы и так далее. Все супер, отлично. У нас тоже отличное настроение. И в этом, кстати, большой плюс, потому что большее количество людей может попасть на обучение, да, уделить время каким-то вебинарам, записям, планеркам. Это на самом деле тоже плюс, и это здорово. Сидим дома, карантин на улице нельзя. Вот, ребят, не забывайте открывать, проветривать помещение, да. Вот, ну что ж, ребят, я думаю, что мы начинаем. И сегодняшний вебинар мы действительно тщательно готовились, потому что это важный момент, который волнует, я уверен, каждого сегодня пришедшего на мероприятие. Ребята, мы начинаем. Вот. И по традиции сейчас вступительное слово было. Передаю слово своей супруге. Ну, а по ходу дела, конечно, вы еще раз меня услышите, где-то буду комментировать, где-то давать свои мысли, видения. Надеюсь, вся информация будет полезна. Так что еще раз говорю, приготовьте тетрадки и ручки, записывайте какие-то важные моменты. И если будут у вас вопросы, по ходу фиксируйте себе. Все вопросы принимаем в конце вебинара. Вебинар у нас продлится 40, где-то приблизительно 45 минут. Дальше 15 минут на ответы на вопросы. Если не уместимся, еще раз говорю о том, что мы обязательно потом подготовим какой-то дополнительный, возможно, вебинар, где ответим на все ваши вопросы. Договорились? Дайте еще обратную связь, ребята. Также большая просьба. Так, у нас тоже ЧС. Что такое? ЧС. А, все понятно. Ребята, давайте не будем в чате обсуждать вот эти все моменты, да, поговорим о важных делах и ждем потом от вас вопросов. Итак, мы, ребята, начинаем. Супруги, своей супруге, дорогой Олесе Семеневу, передаю слово. Спасибо. Еще раз всем привет, кто меня не слышал сегодня еще. На самом деле, те, кто из вас сейчас пишут, у кого-то хорошее настроение, да, у кого-то в городах чрезвычайная ситуация. Поэтому сегодняшний вебинар наш с Володей, это, знаете, это как крик души для того, чтобы вот этой чрезвычайной ситуации не было в вашем осознании, в ваших головах, в вашем понимании. Наша задача сегодня с вами поговорить очень серьезно, очень открыто. И я, наверное, несмотря на весь позитив, с которым Володя начал вебинар, наверное, сейчас внесу такую ложечку дегтя, хорошую ложечку дегтя. Но это для того, чтобы вы немножечко, скажем так, перевернулись с ног на голову, да. Вот, уже, кстати, комната переполнена, и люди не могут зайти. Запись поставили. Если технически все сложится, постараемся, чтобы все было, и тогда запись выложим для тех, кто не смог попасть. Но пишите сегодня какие-то фразы, что вам впоследствии может помочь. Итак, не будем скрывать, да, что сейчас мы находимся в такой период, когда в мировой экономике опять кризис. Вот, вроде бы, недавно был кризис 2014 года, только мы с вами от него отошли. И тут вот на тебе опять очередной провал, да. Так, звук, пишут звук пропал. Давайте проверим еще раз. Поставьте, пожалуйста, десятки. Если много десяток, мы не останавливаемся. Так, десяточки есть? Есть звук, десятки. Все, тогда мы не прерываемся, чтобы все получилось с записью. Договорились, у кого звук пропал, просто перезайдите. Я вас, ребят, призываю сегодня снять розовые очки и посмотреть на мир, реальность. Итак, смотрите. Кризис, да, о котором мы сейчас с вами говорим, это аспект современной экономики. Я бы даже сказала, что, скорее всего, кризисы их планируют. Может быть, кто-то со мной согласится, кто-то нет, но сейчас вы поймете, почему я это говорю. Немножечко, чуть-чуть прям экскурс в историю. После того, как в 30-х годах прошлого века произошел глобальный экономический кризис, и в Америке была Великая депрессия, кризисы стали в прямом смысле планировать и провоцировать, чтобы они были чаще и не такими глубокими. Почему? Да потому что глубокий кризис – это опасность голода, а мир, он боится такой депрессии на самом деле. Когда от голода гибнут люди, на самом деле это очень-очень-очень страшно. Поэтому, ребят, чем дальше мы идем в глобализацию, тем более постоянным будут явления кризиса. Это нам с вами нужно сегодня четко осознать и принять эту ситуацию. Вы четко должны понимать, что карантин, он не продлится до 5 апреля. Скорее всего, его будут продолжать, потому что прогнозируется, что всплеск вот этой вот коронавирусной инфекции, он все-таки еще будет расти, и люди все равно будут дома. И если кто-то сейчас думает, что «Ой, классно, здорово, неделю я посижу дома, как раз накопилось много дел, можно порешать какие-то семейные моменты», на самом деле это, да, классно, потому что мы сейчас тоже имеем возможность выехать за город, поиграть в какие-то настольные игры с детьми и так далее, но вы должны понимать, что это не продлится неделю. И вы не сможете там 2, 3, 4 недели просто тупо сидеть дома, да, все равно что-то нужно будет делать. Так вот, что же нам сейчас с вами необходимо делать? В этом случае построение вашей жизненной стратегии должно быть похожим на биржевую торговлю. Кто сейчас примерно понимает, о чем я говорю, поставьте плюсики. Смотрите, на бирже делаются деньги как раз-таки тогда, когда идут изменения. Я сейчас не призываю вас уходить на биржу, но это факт, который есть, да. Смотрите, там никто не присматривается к трендам. Наоборот, все ждут смены трендов, да. И так вот, нам надо быть готовым к тому, что эта система все больше будет действовать в России. И надо не просто переживать все эти взлеты и падения, а нам с вами необходимо адаптироваться таким образом, чтобы мы могли на этих моментах зарабатывать. Ребята, вам интересно, вам актуальна эта тема? Оцените, пожалуйста, от одного до десяти, насколько актуально то, о чем я сейчас говорю, и на то, насколько у вас проваливается реальная действительность и то, что мы с вами сегодня затронули. Класс! На самом деле все вы пишете десятки, и я понимаю, что мы с вами на одной волне. Это, ребята, очень здорово. Так вот, смотрите, как говорит Вячеслав Демидов, и мы полностью с Володей разделяем эту фразу, да. «Преуспеет тот, кто не остановится». Это лозунг, да, уже, наверное, наших мероприятий. Но также недавно мы собирались на лидерскую планерку, где Вячеслав говорил, да, что «преуспеет тот, кто вовремя адаптируется». И это как раз-таки еще раз подчеркивает ту связь, да, те слова, которые предшествовали от меня. То есть время перемен, и вот насколько мы с вами сейчас мягко скорректируем свои действия, зависит только от нас. Надо четко понимать, это наше будущее, да, и оно началось с глобализации, того, что наступил информационный век, и мир управляется в большей степени мнением людей в виртуальном пространстве, чем реальными показателями бизнеса. И, как я уже говорила, кризисы сейчас, они создаются информационно. Людьми, которые живут в страхе, в панике, ими, в принципе, легче управлять. Я сейчас вас тоже с своими вот этими фактами, да, вот этой ложкой дегтя вовсе не призываю впадать в панику. Но наоборот, мы сегодня с вами обсудим, что же нужно делать, чтобы как раз-таки не падать, да, не упасть в это паническое состояние. И, кстати, говорят о том, что люди, которые боятся, паникуют, у них падает иммунитет, и таким образом люди тоже могут инфицироваться. Не знаю, правда или нет, но тем не менее. Так вот, смотрите, наша задача – не искать огромный объём информации. А нам с вами нужно правильно эту информацию оценивать, что мы сегодня с вами и делаем. Поэтому нужно не переживать кризисы, как многие сейчас такую затихарившуюся позицию выбирают, да, а каждый раз кататься на этих волнах и на падении, и на взлёте просто зарабатывать деньги. Как вам такая тактика? Поставьте пятёрки, кому это нравится, и кто хочет поиграть вот на этой волне. И сейчас я рекомендую вам открыть ваши блокноты, просто взять красную ручку и записать. Ребят, переждать кризис – это абсолютно провальная стратегия. Это самое плохое, что вы можете предпринять для себя, для своих семей, для своего бизнеса. Переждать кризис – это провально. Ребят, запишите себе это, как я помню нам в школе говорили, зарубите себе это на носу. Так вот, смотрите, вы должны чётко понимать, что кризисы будут учащаться, они будут повторяться. То есть фактически мы говорим о смене трендов, и под это нужно подстраиваться. Это не последний кризис. Не стоит думать, что вот сейчас отсидимся, и потом что-то произойдёт, волшебная кнопка, и мы все заживём красиво и богато, да. И у нас с вами, кстати, в нашем бизнесе, в партнёрстве с компанией Армель есть куча плюсов, просто куча плюсов. Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Сейчас ещё один очень важный блок, который мы с Володей вам готовили. Смотрите, ребят, давайте сейчас затронем такой аспект, как реакцию людей на происходящее. Вот это очень важно, потому что вокруг вас партнёры, вокруг вас клиенты, вокруг вас кандидаты в ваш бизнес, и надо чётко понимать, что сейчас происходит с людьми, да. И вот этот пункт я назвала «5 стадий принятия кошмара, в котором мы живём». «5 стадий принятия кошмара, в котором мы живём». Да, смотрите, все по-разному относятся к мировому кризису на фоне вспышки коронавируса. Сейчас даже дети про этот коронавирус знают, и наши дети говорят, «Мам, папа, коронавирус – это круто!» А мы спрашиваем, «Почему?» «Да потому что это же корона!» То есть, понимаете, бедные дети, которые сейчас это всё тоже осознают. И смотрите, мы хотим помочь вам сегодня разобраться с тем, на какой стадии вы сейчас находитесь, а на какой стадии вам жизненно необходимо оказаться на самом деле. Готовы услышать эти 5 стадий? Поставьте, пожалуйста, сотки, кто готов. Я уверен, что из этих стадий вы увидите себя, в какой из категорий вы, во-первых, относитесь, чтобы действительно понять. Потом мы это дело разберём и дадим вам стратегию, правильную стратегию. Так, видим, что соточки. Да, соточки есть? Отлично. Смотрите, что, ребят, я предлагаю. У нас тоже сейчас 100 человек в комнате, да, и наверняка тоже все по-разному реагируют на сегодняшнюю ситуацию. Я предлагаю следующее. Просто писать цифру. Вот, например, я сейчас беру, говорю про первую стадию. Если вы узнали себя, своё поведение теперешнее, вы просто поставьте единичку. Мы посмотрим, сколько нас таких. Кто себя отнесёт ко второй стадии, ставим цифру 2. И так до пятой стадии. Договорились? Очень важно тоже видеть от вас обратную связь. Ребят, это нехорошо и неплохо. Это просто так, как оно есть. Итак, первая стадия, она называется отрицанием. Вы убеждены, что реальной проблемы с вирусом нет. От курения больше же умирает, чем от коронавируса, да, и от других заболеваний тоже. Вы считаете карантинные меры излишеством. Покупка антисептика – это необоснованное проявление тревоги. Равно так же реагируете на падение рубля. Есть у нас такие, кто отрицает сегодняшнее бытие? Есть такие, да? Спасибо огромное, кто ставит единички. Наталья, Анна, Ирина. Супер. Мы вас услышали. Здорово. Вторая стратегия – это гнев. Вас выводят из себя любые разговоры о вирусе и кризисе. Ну, как будто больше в мире ничего не происходит и вообще поговорить больше не о чем. Вы взрываетесь, когда видите людей в масках, критикуете новые публикации. Ну, в общем, вы храбритесь. Есть среди нас приверженцы этой позиции? Есть такие, Вера. Есть, отлично. Спасибо за честность. Все отлично. Вена. Так, супер. Это мой муж. Не такое, друзья, бывает. Бывают и родственники такие, да? Вы тоже можете им писать, потому что реально есть такие, которые все именно с негативом таким вот относятся. 1 и 2, не пойму, или 12, 12. Ну, наверное, и 1 и 2. Вера и туда и туда относятся. Все понятно. Следующее. Вот, кстати, отношусь спокойно. Сейчас эта категория тоже будет. Смотрите, третье. Это у нас стадия, называется торг. Вы предполагаете, что в мире что-то действительно пошло не так, но думаете, что все это скоро закончится, ведь никакая не болезнь может долго продолжаться, а с падением рубля, ну, мы, в принципе, уже знакомы, как никто другой, да? И не так уж все и страшно, но общественных мест вы все же избегаете. 1 и 3, Алена написала, да? Наталья Золина, троечку, да. Кстати, да, в каких-то моментах иногда бывает отношение к этой ситуации, меняется, да, в связи с информационным полем, в который вы попали, или, возможно, понимаете что-то большее, да, и перестраиваетесь по ходу. То есть человек может менять свою точку зрения, и могу сказать, что мы тоже попали в нескольких таких ситуаций, да, то есть в нескольких стадий, о которых мы сейчас говорим. Отлично, вижу и тройки, и единички. Здорово, идемте дальше. Кстати, троек – большинство. Да. Четвертая стадия – это депрессия. Вот как раз-таки тот страх, да, которым мы с вами сегодня затронули. Вы запираетесь в квартире, покупаете все необходимое с доставкой на дом и грустите о том, что мир сошел с ума. Денег нет, а если бы и были, все равно поехать некуда, границы все закрыты. Закрыты, да. Ребят, честно, у кого депрессия, нет, четыре, то есть Елена меняет точку, то есть, да, то так, то сяк, да. Могу сказать, это нормально, нормально. Друзья, у кого еще четвертая стадия – это депрессия, да? Наверное, депрессия у тех, кто, наверное, сегодня не пришел на вебинар по большей степени, потому что они, наверное, где-нибудь на дне стакана прибывают, возможно, да, или просто в глубокой депрессии, ничего не надо, не хочу слышать, закрылись от всего мира, переживают кризис и коронавирус, да? Идем дальше, друзья. Кстати, Елена, нет, она написала, что не за четвертую стадию, а на самом деле она не боится. Здорово, Лена. И пятая стадия, последняя – это принятие. Авиакомпании сократили перелеты по миру, это факт, да, в тысячи раз. Страны закрывают границы. Врачи не могут закупить маски и дезинфекторы. Закрываются на карантинные школы, сады, общественные организации, там магазины продуктовые работают, все остальное закрылось. Люди теряют рабочие места, и вы это четко знаете, понимаете и осознаете. Есть у нас пятерки? Да, есть. Тоже пятерочки. Наталья Никишина, молодец. Все. Видим, ребят, спасибо вам за активность. Нам это очень-очень важно. Очень важно. Ребят, мы рассмотрели вот эти пять стадий. Вы можете еще раз написать через запятую, если в какой стадии относятся, один, два, три, да, первое, так мы назовем, это у нас было отрицание, второй – внеф, третий – торг, четвертый – депрессия, пятое – принятие. Кто к какой стадии относится или находился. Даже больше вы поставьте цифру для себя, чтобы вы понимали на самом деле, где вы сейчас. Пока вы себе это пишете, обдумываете, я вам скажу вот что. Так вот, друзья, пока вы не придете к пятой стадии, вы не сможете защитить себя от реально существующей проблемы. Да, сегодня все и все погружены в мировой финансовый кризис, но пока вы это отрицаете, вы беднеете и живете в страхе за каждый день. Это сегодняшняя реальность. Пока вы отрицаете, вы не вооружены и вы четко не понимаете, какой стратегии сегодня нужно вам придерживаться. Помните, я говорила, это нехорошо, это неплохо, это так, как оно есть. Поэтому наш сегодняшний вебинар, он и адресован в том, чтобы разобраться, где вы сейчас, что происходит, и сконцентрироваться на том, что нужно делать. Так вот, вы должны принять этот факт и спросить себя не о том, кто виноват, а о том, что вы будете с этим делать. Ребята, вы согласны со мной? Вы сейчас, вот у вас провалилось вот это вот осознание, помогли вот эти стадии оценить свое внутреннее состояние и на самом деле задуматься, а что же мне нужно делать-то дальше? А что в мире будет происходить дальше? И как я сейчас могу не обанкротиться на самом деле? Смотри, сколько много согласных. Да, ребят, спасибо еще раз за обратную связь. Очень-очень важно для нас все это делать. Итак, ребят, еще раз. Какой бы стадии вы ни были, вам нужно принять то положение, которое есть у вас сейчас, да, и которое есть вообще во всем мире. И только тогда вы сможете полноценно собраться, да, собраться, сделать правильные действия, не только одной в одиночку, да, но уже из какой-то команды, команды единомышленников с нами, со своими партнерами, вот, со своей спонсорской веткой, да, и начать делать правильные шаги для того, чтобы, ребят, еще раз говорю, научиться, научиться вам преодолевать эти кризисы и использовать их, как Олеся вот прям здорово сказал, как доску для серфинга. Вверх все растет, хорошо мы растем, вниз мы тоже используем этот момент, потому что, как говорится, в мутной воде можно ловить рыбу, да, как говорится, вот. Поэтому здесь очень важный момент – все это принять и начать действовать. Итак. Давайте перейдем к тому, что мы сегодня имеем, какой рабочий инструмент нам в помощь и какие есть плюсы, на самом деле, огромнейшие плюсы в нашей компании. Давайте, наверное, послушаем мужчину, потому что бизнес – это мужское начало, и мужское видение, оно всегда нам помогает. Давайте, ребят, поговорим о том, почему наша компания – это отличный инструмент. Да, вы сейчас наверняка видите, что различные многие компании поднимают этот вопрос и, ну, говорят о том, о чем мы, по сути дела, говорим, да. Есть разные компании, которые работают на территории России и стран СНГ, есть компании и зарубежные, и американские, и европейские, да, но всегда в любом, ребят, кризисе, да, когда особенно сейчас актуально закрытие границ – это очень важный момент, с какой компанией вы сотрудничаете, да. Почему это происходит там? Потому что, действительно, сейчас не только запреты на перелеты, но и, соответственно, сейчас границы закрываются на переезды различных транспортных средств и так далее, да, и мы видим, как закрываются границы, и могу вам сказать, что это не будет очень быстро распаковано. Почему? Потому что сейчас с момента, когда рушатся вот эти вот торговые связи, все страны приориентируются на внутренний рынок той продукции, которую они возили на экспорт, да, и очень трудно потом уже будет заходить снова, выстраивать отношения, займет не один месяц, и даже может занимать несколько лет, да, восстановления. Поэтому нам, друзья, очень повезло, да. Почему? Потому что компания работает в нашей стране, в России и в содружественных России государствах, да. Вы знаете, что мы не мешаем геополитические или какие-то политические игры с бизнесом, да, но реалии таковы, что несмотря на то, что сейчас идет вот этот кризис, да, и понятно, что каждая страна готова выживать, да, и выживать еще за счет других государств. Это было в 90-е, мы помним, да, когда первый раз пришел сетевой бизнес в нашу Россию, да, и в первую очередь пришли американские компании. Почему? Потому что кризис, как мы говорили в начале, он, по сути дела, рукотворный, да, и тогда произошел развал Союза для чего? Для того, чтобы Америка и Европа жили хорошо, потому что сюда хлынул рынок долларовой массы, да, сюда хлынули товары и так далее. То есть мы своим, скажем, кризисом, да, который у нас был в 90-е годы, помогли Америке, странам Европе прожить этот кризис гораздо легче, да, и когда у нас здесь было, ну, просто безобразие, надеюсь, многие это помнят еще, застали, да, в Америке, в Европе было все хорошо, и толпы мигрантов ринулись туда, где все хорошо, да, это было так. Надеюсь, вы помните, да, если помните, то поставьте опять плюсик, чтобы мы проверили эту связь. Вот. Так, все супер, друзья. Смотрите, сейчас произойдет в связи с этой ситуацией, с этим кризисом, да, наложившимся к коронавирусам, такая же ситуация. И те компании, которые сейчас уже давно, и они говорят о том, что мы прожили много-много кризисов, поэтому мы более надежная компания. Ребят, ситуация поменялась. Тогда у нас, во-первых, не было вообще как таковой индустрии MLM-бизнеса, то есть люди не знали, что это такое сетевого бизнеса, как такового у нас вообще в России не было. А вот появились профессионалы этого дела, появились компании, появились продукты, которые, можно сказать, являются аналогами, да, тех продуктов, которые продвигают европейские, американские компании. И ситуация такова, что вот такой кризис на руку именно тем компаниям, которые в настоящий момент сейчас имеют, скажем, внутреннее производство. И это очень хорошо. Плюсики, супер. Вот, поэтому, смотрите, большинство производственных мощностей находится на территории России, да. Мы сейчас завозим какое-то сырье из разных европейских стран, но мы лично в прошлом году были в гостях у Вячеслава Демидова, побывали, наверное, единственные из дистрибьюторов на, скажем, производственных мощностях производства кофе. Также, со слов Вячеслава, да, знаем, что Вячеслав очень сильно подготовился к этому делу, и все есть непосредственно ингредиенты, начиная от флаконов, да, запасов там на три года, и, соответственно, все вот эти эссенции, которые, с которыми мы производим продукт, они есть в наличии уже на территории России, и это позволит нам достаточно долгое время работать, даже если все закроется, если не будет никаких поставок, да, то мы достаточно долгое время, несколько лет спокойно можем расширяться, развиваться, и, соответственно, не будет перебоев с продукцией. Это вы услышали? Поставьте пятерочки, если вы это понимаете. Да, друзья, супер. Вот. Сейчас ситуация другая у европейских, американских компаний. Я могу сказать, что многие уже начинают закрываться компании, компании, которые связаны с MLM бизнесом. В частности, такие компании, как путешествия, да, кто-то уже ушел с рынка, кто-то сейчас на грани разорения. Не так быстро это происходит, да, внутренние ресурсы. А также в связи с поднятием курса доллара, а он перевалит за 100 рублей, друзья, и это, ну, всем уже понятно, очевидно, он сейчас уже 82 рубля, хотя буквально меньше месяца назад он был в районе 63-65 рублей, да. Это, опять же, на пользу нас, потому что возимые товары, которые будут возиться сюда, еще будут проходить таможенный какой-то контроль, да, вернее, таможенную растаможку, они будут дорожать, они будут неконкурентоспособны относительно нашей продукции, которую мы можем легко заменить. И это тоже нам на плюс, да, ребята. Поэтому, конечно, уверен, что такие гиганты, как, ну, не будем называть компании, не все уйдут с рынка, вот, но у них наступают очень тяжелые времена, и могу сказать, это нам тоже на руку в плане того, что мы можем спокойно рекрутировать людей из этих ребят, которые были привержены американским, европейским компаниям, также приглашать людей, которые потребляют продукцию, да, если у нас есть аналоги, мы можем спокойно это дело предложить, ребят. Ну, давайте немножечко подытожу, да, то, что так классно донес сейчас Володя. То есть, смотрите, люди сейчас будут пытаться что делать? Первое – это экономить. Экономить, потому что в кризис никто не шикует, да, не гуляет на широкую ногу, а именно сокращает свои траты. И здесь мы можем предложить решение, да, не переплачивая за продукт. Какой у нас лозунг? Честный продукт по честной цене. Да, абсолютно верно. То есть, я даже бы так сказала, что, допустим, нашу косметическую линейку можно женщинам предлагать как альтернативу каким-то дорогим салонным процедурам. Если купить все в комплексе, это будет не хуже какой-то одноразовой процедуры, а по цене это будет дешевле. Об этом нужно просто, ребят, доносить. Также касательно ароматов, также касательно продукции ежедневного потребления, да, шампуни, пасты, на этом, на всем нужно экономить. Люди сейчас не перестанут чистить зубы, люди не перестанут сейчас мыть голову. Как, знаете, я поймала себя на мысли, что экономить люди любят, да, доходы падают, но желание выглядеть ухоженными, красивыми, опрятными, оно всегда растет, согласитесь? Поэтому здесь мы попадаем с вами просто в огромную десятку. Дальше, о чем говорил Володя, будет происходить импортозамещение, то есть люди будут пытаться каким-то брендам, которые они покупали, привезенные из-за рубежа, они будут искать альтернативу. И здесь мы тоже можем предложить наши замечательные линейки. Это и Coffee Go, и Berry Mix, и Green Bubbles, и ароматы. Вот абсолютно все. Дальше. Это доставка. Те люди, которые сейчас будут бояться выходить из дома, кто находится в памяти, депрессии, но меры предосторожности, они должны быть. Наша семья тоже за это. Но, тем не менее, мы опять людям предлагаем что? Предлагаем решение. Покупайте в своем магазине с доставкой на дом. Это тоже огромнейший плюс. Давай я расскажу про предпринимательство. Ребята, смотрите, очень важный момент. Сейчас, как никто другой, в самом таком времени, лучше всего рекрутировать людей, которые были ранее не склонны к нашей деятельности, к MLM предпринимательству, но люди предприимчивые, которые имели свои небольшие бизнесы, там, малый бизнес, средний бизнес, они будут охотно приходить. Почему? Потому что мы видим, что сейчас закрываются кинотеатры, закрываются всякие парикмахерские, там, салоны и так далее. То есть много-много всего закрывается, и это, друзья, в большинстве частный маленький бизнес. Когда нет клиентов, когда клиенты не выходят, скажем, на работу, стараются сэкономить какие-то деньги, не тратят на, скажем, какие-то развлечения и так далее, тем более государство все это перекрывает. А кризис, он реально, вот этот вот коронавирус, он продлится несколько месяцев. А сейчас на каких-то возможных местах они еще протянут, да, но есть еще какие-то моменты аренды. Аренду никто не отменял, потому что, несмотря на то, что у нас есть свой офис, да, и народ просто не ходит, закрытый, закрытый центр, да, где у нас находится мини-склад, но аренда капает, да, вот. Ладно, мы можем работать из дома, скажем, да, и это тоже большое преимущество, где люди будут искать какую-то альтернативу своей деятельности. А так как люди предприимчивые, они будут искать эту возможность, возможность, скажем, каких-то альтернативных источников дохода. И как ни стати, мы можем предложить, они будут гораздо больше слышать, когда у предпринимателя все хорошо, он занят своим делом, он не обращает внимания, он, возможно, скептически относится к нашей индустрии, но когда у него все плохо, да, сейчас это действительно затронет, ну, я думаю, что 80% всех, ну, все малое, скажем, предпринимательство, люди начнут искать альтернативу, люди сейчас сидят и думают, чем бы заняться. И мы можем действительно предложить интересный вариант, когда вы можете работать удаленно, без офисов, без наемных работников, которые кризис на кризис надо платить, да, требует государство, какую-то альтернативу. И MLM бизнес как раз в такие кризисные моменты, он всегда расцветал. Это было и в 90-е годы, это было и в 2008 году, я смотрел статистику, и даже в 2014 году всегда сплес регистраций и всегда повышение товарооборотов. У всех все падает на кризисе, при правильном компании, при правильном позиционировании, при правильном рекрутировании, да, все начинает расти, и вы не можете пропустить эту волну, о чем говорил опять же Олеся, вам нужно просто ее сейчас оседлать вместе с нами, начать просто как сумасшедшие предлагать эту возможность даже тем, кому вы раньше боялись просто сказать. Вы услышали меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть как раз-таки сейчас для этого самое благоприятное время. Вот для кого-то это время ужасное, потому что закрываются организации, людей распускают до непонятного вообще времени, а мы с вами расцветаем. Я даже сейчас предлагаю вам записать еще одну коронную фразу, коронную, да. Смотрите, пока все замерли, мы с вами растем. Вот пока все пришухурились, притихарились, оценивают ситуацию, присматриваются, живут в страхе, в ожидании, вы действуете, и вы на этом растете. Понимаете? Так, подруга закрыла два ресторана. Друзья, о чем идет речь? О чем идет речь, конечно. Вот, соответственно, то, что у нас бизнес российский, это сейчас большой плюс. Мы сейчас очень много проводим встреч, но до карантина это были офисы, сейчас мы переведем наши телефонные переговоры в работу, но столкнулись с тем, что люди из других сетевых компаний, которые как раз-таки не российские, не хочу просто сейчас называть, это не секрет, но тем не менее, говорят, что как же вы не боитесь работать с российским руководством, вы в зоне риска, в период кризиса многие предприниматели закрываются. «Ребят, откройте глаза, мне хочется вот взять вот так человека во плечи потрясти и сказать, «Ты что несешь, друг ты мой?» В зоне риска ты, тебе сейчас закроют границы, что ты будешь делать? Да, какое-то время есть запас на складах, но дальше-то что? Так и кто сегодня находится в зоне риска? Я не предлагаю вам с людьми спорить, ни в коем случае, но те, кто действительно сейчас, кого, как это говорят, в попу клюнул петух, они действительно задумаются и снимут вот эти розовые очки, что мы сейчас с вами в принципе и делали. Если вы раньше только думали начать вам или нет, и если сейчас вас клюнул вот этот самый петух, на самом деле это время начинать сегодня, сейчас. То, что вы сейчас находитесь дома, это тоже большой плюс. Вы можете успеть решить какие-то семейные моменты, поиграть с детьми и в то же время выделить время для работы. Сейчас это происходит и у нас тоже. помните фразу, что пока все замерли, мы с вами растем. И плавно, я думаю, что стоит уже перейти к тому, что сегодня 30 марта, это значит, что мы с вами сегодня-завтра закрываем месяц. И хотелось бы вам напомнить о том, что в эти, знаете, как многие рассуждают, особенно новички или люди с пессимистическим настроем, что, ну, елки-палки, осталось два дня, ту планку, которую я себе поставила, ну, она не выполнена. Ну, не шмогла, в очередной раз не шмогла, мне тут отказали, люди ждали зарплаты, аванс, а тут отказали, все, я месяц не закрываю. Ребят, я другой точки зрения. У вас есть еще два дня, чтобы наработать статистику. Не фокусируйтесь на тех пяти-десяти людях, которые вам сегодня сказали нет. Вокруг вас сотни, тысячи людей, которые сейчас ищут возможность. Не нужно фокусироваться именно на продажах. Фокусируйтесь на том, что люди сегодня, сейчас хотят экономить. Регистрируйте людей как партнеров, предложите им решения. Вы будете выглядеть в их глазах не на том, что вы зарабатываете на их несчастье, на том, что у них забирают зарплаты, а вы тут еще предлагаете аромат купить. Вы предлагаете им экономить и зарабатывать. Помните о том, что наши чеки, они формируются откуда? Групповой товарооборот. А групповой товарооборот откуда формируется? С личного товарооборота. Если сегодня я сделаю 50 баллов, Володя сделает 50 баллов, кто-то из ваших партнеров сделает по 100 баллов, в результате складываются просто гигантские товарообороты, и именно с этого мы зарабатываем. Вот поймите вот эту идею. Групповой товарооборот складывается из личного. Пока вы сами не начнете делать то, к чему призываете других, ваш бизнес будет стоять ровным, просто он будет стоять. Сейчас он может взорваться. Поэтому проанализируйте то, что было у вас на протяжении вот этого месяца. Я уверена, что многие не работали на полную катушку, потому что просто испугались. И если вы испугались, это даже хорошо, потому что нужно менять тактику, нужно адаптироваться, нужно принимать меры. Что мы можем предпринять в эти два дня? Да просто оценить ситуацию. Элементарно начните с себя. Посмотрите, у кого что заканчивается. Шампуни, зубные пасты. Возможно, сейчас доставки будут работать медленнее. Запаситесь, ничего страшного. Ведь те люди, которые сегодня скупают гречку и туалетную бумагу, я уверена, у них не кончилась гречка и туалетная бумага. Они просто делают это на перспективу, боясь, что через месяц опустеют полки. Так извините меня, зубная паста с шампунем тоже может закончиться, понимаете? А некоторые люди просто, как наркоманы, они не смогут жить без кофе. Вы об этом подумали? Сделайте себе запас кофе. Вот представьте, что завтра кофе Гоу не станет. Да ужас, я готова купить пять кофе-паков сразу. Ребята, это, конечно, доля юмора, но это реально, подумайте об этом, да? К тому же я хочу напомнить о том, что сегодня и завтра, последние дни специальных таких цен на СПА-коллекцию. Самое время начать принимать ванну, выпить чашечку кофе, зажечь свечку, потому что все на карантине. Кстати, говорят же, что вирус при 27 градусах погибает, и нужно чаще принимать ванны и пить горячие напитки. Ребята, срочно все сегодня берем по кофе-паку и по СПА-коллекции. Ребята, сейчас самое время попробовать. Я знаю, что многие из вас, ну, как говорится, жмотят деньги для того, чтобы попробовать. Знают, что есть какая-то продукция, но она вам на сегодняшний день кажется, что, возможно, это дорого для вас, для вашего бюджета. Есть возможность попробовать. Почему? Потому что мы всегда говорили о том, что если вы не попробуете, ребят, вы, соответственно, не сможете реально рекомендовать. У вас не будет внутреннего этого стержня, когда вы будете говорить об этом искренне. Поэтому действительно кто-то сейчас будет сжать деньги, не самое время. Но сейчас самое время вам попробовать. Во-первых, вы находитесь дома спокойно. А во-вторых, дать возможность попробовать нашу продукцию всем друзьям, знакомым, которые, возможно, вас раньше покупали по клиентской цене, как Олеся правильно сказала, предложить не брать там флакон за полторы тысячи рублей, а брать там за тысячу рублей. Он вам скажет спасибо. Но для этого он у вас зарегистрируется, и еще он спокойно воспримет информацию о дополнительном заработке. Даже если вы раньше думали, что, о, нет, этой мадаме или этому мужчине эта информация нужна, у него так все хорошо. Поверьте, сейчас каждый задумывается, потому что у каждого сейчас в голове сидит вопрос, а что будет завтра? И всегда какой-то запасной аэродром, какую-то дополнительную ножку от стула, как говорится, да, пятый не помешает. Пятое колесо, как в машине, нужно, когда, допустим, колесо прохудилось. А сейчас у большинства людей начнут вот эти колеса сдуваться, и это пятое колесо нужно будет всем. Вы всегда можете предложить, предложить эту возможность. Вот, поэтому ваша задача сейчас просто начать открывать рот, да, не боясь, вот, и делать все по системе, которую рекомендует компания. Все вы наверняка слышали о том, что мы, лидеры, не ездим по городам, связано это с закрытием границ, и связано это, опять же, с мер обеспечения безопасности по поводу этого коронавируса, и наверняка вы все слышали, что пройдет онлайн-мероприятие, да. Напишите 100, кто слышал об этом мероприятии. Кстати, пока вы пишете, я вам хочу сказать, что у вас есть отличная компания в помощь, в которой сегодня, друзья, все просто великолепно. Мы видим, как гибко адаптируется наше руководство, да, компания под ежедневные изменения, которые происходят. На самом деле все происходит буквально на глазах. И на то, как быстро принимаются решения, как правильно меняется стратегия, мы понимаем, что на самом деле мы в лучшем сегодня месте. И вы не должны сегодня жить в страхе, потому что у вас есть действительно классный рычаг в руках. Да, у вас не завтра появится сразу денежка, но это перспектива, когда сейчас у многих еще там несколько месяцев, возможно, там какие-то минимальные оклады будут платить. Дальше будет, ну, буква «Ж», да. А вы к этому времени вы просто встанете на ноги. И буквально на выходных, я вчера себе отменила выходной день, хотя по традиции у нас в воскресенье всегда выходной, я вчера очень плотно готовилась к самому вот этому онлайн-вебинару. И, вы знаете, я просто увидела масштабно, что готовит сегодня вам, какое обучение. Там просто вот, я не знаю, это вот от а до я вам разжевали, в рот положили и за вас еще и сглотнули. Вам остается просто взять эту систему. Это будет касаться и продаж, и запуска сети, и как работать с людьми. Все, все, все буквально по полкам. Огромный, я представляю, какой-то огромный труд вот это все воедино выстроить. Я знаю, что сначала руководство снимало зал. Я понимаю, какая это огромная работа, потому что мы сами организовывали саммиты, и я знаю, как тяжело найти хорошее помещение по адекватной сцене. Я знаю, что многие залы были проплачены, и здесь же скоро меняется полностью площадка, платформа. Мы переходим на онлайн. Я молю Бога, чтобы нас выпустили в Новороссийск, чтобы мы все-таки трансляцию свою проводили именно из Новороссийска. Но даже если вдруг такого не случится, и на этот случай, как, знаете, в Яралаше, да, предъявите ваш билетик там, она там, на запасной вариант у меня есть еще один билетик, а если вот еще и вот это, то у меня есть там что-то, ну, помните, да, такой детский Яралаш, то есть ребенок был на все случаи жизни подкреплен, так и у нас. У нас все подстраховано. Вы находитесь просто вот в таких сегодня классных рамках, да, поэтому принимайте это, делайте сегодня все возможное, не паникуйте. Капец, какие мы крутые, да, на самом деле. Желаем вам отличного завершения месяца. Ну, что, в принципе, время есть, можем оставить время для вопросов. Да, ребята, пишите пока вопросы, я хочу очень тоже резюмировать, да, просто, ребята, используйте этот шанс. Компания переходит на новый уровень. Интернет онлайн входит в нашу жизнь, но это не значит, что мы полностью будем в интернете. На время кризиса вот этого, да, компания ищет эти возможности, инструменты, да, и сейчас активно осваивает их, потому что за этим будущее. Конечно, мы, когда все это уляжется, мы встретимся, и оффлайн работа, встреча, личные отношения, не заменит никогда работу через онлайн, но тот инструментарий, который готовит компания, она может себе это позволить, потому что у нее отличные программисты, отличные, скажем, маркетологи. Сейчас мы реально входим в новую эру, когда те инструменты, которые нам предоставляет компания, и которые сейчас перестраиваются, оно даст такой толчок нашей компании, что, ребята, просто успевайте за компанией шевелиться, да, и тогда вы будете, тоже вас волна будет выносить на высокие уровни в компании хорошие чеки. Поэтому, смотрите, цена билета 350 рублей. Это будет платно. Почему это будет платно? Потому что там не нужны нытики, всякие все пропальщики, депрессивные ребята, которые отрицают все, там будут говорить, нам нужны адекватные люди. И смотрите, какой шаг. Всего 350 рублей – это небольшие деньги. Вы можете спокойно посетить это мероприятие самостоятельно, купив этот билет на онлайн-трансляцию. Вам не надо никуда тратиться на поездку, проживание, питание, там, перелеты, переезды и так далее. Все будет происходить онлайн. Какой еще плюс я вижу? Вы всегда, когда можете, даже если у вас 350 рублей нет, сложиться, например, да, и, например, ну, хотя несмотря на то, что карантин, скажем, да, вот, собраться маленькими группами с родственниками, даже мужа рядышком посадить, потому что вы будете на этом мероприятии, он вынужден будет слушать вместе с вашими детьми, да, и, возможно, он также присоединится в этот бизнес, потому что я тоже пришел не сразу через негатив, но благодаря Олесе, ее активно-упорной работе, я тоже здесь активно вместе с ней строю семейный бизнес. Поэтому это тоже шанс, который для вас. Купите билет для себя, для вашего будущего, вот, возможно, семейного бизнеса, да. Это мероприятие, которое может посетить абсолютно любой, поэтому люди, которые сейчас ищут возможность, их легко зарегистрировать и, опять же, за 350 рублей посадить онлайн на это мероприятие, где они действительно, не выезжая, скажем, из дома, с минимальными тратами, получат тот необходимый инсайт, ту информацию, которая реально перезапустит ваш бизнес и даст такой толчок, фриз, где у всех будет все очень плохо, да, кто не готов перестраиваться, а вы просто будете расцветать, закрывать свои кредиты, покупать квартиры, машины и так далее, ребята. Я в этом абсолютно уверен. Смотрите, не могла я перебить Володю, были от вас вопросы по поводу саммита. Смотрите, билеты планируются в начале апреля, будут они в продаже, как только они появятся в продаже, вы об этом узнаете либо через рабочие чаты, либо через, конечно же, ваши личные кабинеты. Второй момент. По датам давайте так, чтобы все-таки это была официальная информация. Мы будем придерживаться информации от компании, чтобы сориентировать вас по срокам. Это будет середина апреля. Вот, это будет середина апреля. Есть еще время поработать на это мероприятие. Это на самом деле возможность для тех, кто не мог вырваться там по причине муж не отпускает, ребенок маленький или там с работы меня не отпускает. Прекрасная возможность, сидя дома на карантине за 350 рублей. Вы просто не представляете, ребят, какая там будет бомба информационная. И как Володя пошутил, если нету 350 рублей, можно сложиться. Но вот мое чисто мнение, если нет 350 рублей, вам уже сегодня, сейчас нужно после вебинара что-то в жизни, ребят, менять. Если даже не Армель, вам просто срочно нужно что-то в жизни делать. Ну, на самом деле. Всегда, чтобы что-то получить, нужно что-то в себя вложить. Вот кто какую цену для себя готов заплатить, такой результат вы и получите. Ни один взлет, ни один результат, он не обходится без вложений. Кто-то вкладывает время, кто-то силы, кто-то договаривается с мужем, кто-то вкладывает на обучение. Это всегда так было. И кто-то писал, сейчас уже чат далеко ушел, денег нет на папку, как продать. На самом деле, если человек вам говорит, нет денег на папку, он просто не понял, для чего ему эта папка нужна. Потому что, когда сейчас я вижу, как пенсионерка покупает на 5 тысяч гречки, извините меня, деньги есть. Просто она понимает, что гречка ей нужна вот для того-то, 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 того-то. Соответственно, и папка. Понимаете, ценность. Вам не нужно просто продать эту папку, вам нужно придать ценность, что это возможность, это бизнес, это то, к чему придете вы через время. В общем, я думаю, это может часто перерасти в отдельный вебинар, но это действительно ценность, которую вы должны человеку донести. И потом, если человеку не нужна папка, может быть, на самом деле на папку у него нет денег, регистрируйте на 50 баллов. Продукция в дом нужна, посуду моем, зубы чистим, волосы моем, спа, ванны нужно принимать, регистрируйте на продукт. Сейчас у нас есть три возможности, мы даем человеку выбор. Много на 50, регистрируйте на худой конец на 20 баллов, ребят. Это просто правильное, грамотное донесение информации. У кого с этим вопросы, обращайтесь к вашим активным действующим спонсорам, и обязательно вам помогут. Ребят, уже пошли вопросы. Давайте у нас есть немножко времени, ответим. На что не успеем ответить, то обязательно пишите вопросы, кидайте в личку. Если будут вопросов достаточно много, мы организуем еще дополнительный вебинар и проведем, ответим на все ваши вопросы. Вот такой брифинг, да, можно на брифинг перенести. Смотрите, Елена Гордеева пишет, компания российская, а косметика уже у нас, у нас Италия, да, люди сейчас всего боятся, что говорит клиентам. Ребят, смотрите, есть флагманские продукты, это духи кофе, да, которые составляют большую любимую часть товарооборота. Поверьте, кофе, мы своими глазами видели такие запасы для производства всего, что, поверьте, компания может в десятки раз нарастить. Скажем, вот понадобится, мы в десять раз увеличили товарооборот. Поверьте, продукции будет, потому что есть все необходимые расходники. Даже гриблейши мы видели в больших емкостях, там по запасам, наверное, ну, достаточно прилично, несколько лет можно изготавливать наши замечательные пакетики, да. Что говорить про ароматы, я уже говорил о том, что есть и флаконы, со слов Вячеслава, там на три года вперед, да, и флакон, и содержать все компоненты, которые мы завозим за границу для того, чтобы создать наши ароматы на наших российских партнерских производственных мощностях. Если мы говорим про косметику, да, косметика у нас не производится в России, но это не флагманский продукт, даже если сейчас у нас есть хорошие запасы. Это производится в России сырье. Сырье, я имею в виду сырье, да. Про сырье для косметики я не могу вам сказать, насколько там есть запасы, но даже если сейчас у нас есть определенные запасы продукции, которых хватит, ну, тоже на какой-то промежуток времени, но не надо зацикливаться на косметике, да. Я бы, знаете, на чем сфокусировалась, бояться чего, вот чего люди боятся. Если мы сделаем предположение, что люди боятся этого коронавируса, то, ну, привезенного, да, то, во-первых, да, есть определенные запасы, о чем вам уже сказал Володя. Во-вторых, то, что касается вообще производств, если вы посмотрите, у нас лидеры были там и во Франции, то там ходят в очках, ходят в специальных таких халатах, да, одноразовых, то есть там даже микроб, наверное, не выживает. То есть если говорить об этом, то можно просто человека успокоить, так скажем, да. Я могу добавить, что вирус, про который мы говорим, он только от носителя к носителю живет, от живых организмов, да, то есть если вы даже, ну, кто-то заболел коронавирусом, начихал, накашлял, там, подержал в руках и даже какие-то следы, скажем, болезни оставил на флаконе, ну, вернее, на косметике, к примеру, да, то она очень мало срока живет. Я не знаю, сколько по времени, приблизительно, да, вот, насколько мне известно, до трех дней, вот, держится, скажем, где может человек взять и заразить ее. Поэтому если мы говорим, что про продукцию, которая идет к вам, да, от компании, по перемещению, в любом случае это безопасно. И самый важный момент, не страшен, сколько вирус, да, а насколько у вас иммунная система крепкая. Для этого больше всего занимайтесь иммунной системой, да, своей крепкой, чтобы не заболеть, ну, вирусом, потому что он очень... Прошу прощения, да? Занимайся профилактикой. Да, профилактикой. Поэтому нет в этом проблемы. Основные флагманские продукты с хорошим запасом есть у нас. Не надо бояться то, что, возможно, какие-то ингредиенты завезены, да, в нашу страну. Они, во-первых, при ввозе обрабатываются, и, во-вторых, имеют очень короткий срок жизни, если просто на каком-то, скажем, флаконе или тюбике и так далее переносит только от человека к человеку на расстояние меньше метра. Володя всегда так старается донести вам суть. Он так начинает кричать, что, мне кажется, все соседи до пятого этажа слышат, что происходит у нас на сегодняшнем вебинаре. Это очень хорошо, потому что соседи слышат меня. И, кстати, многие соседи, и соседка снизу, она пользуется нашей продукцией. И, кстати, соседи, которые сбоку, наверное, да, действительно меня слышат, поэтому слышат про нашу продукцию и берут у нас эту продукцию в чате. Еще хочу сказать, ребят, если в чем-то и будет опасение, об этом позаботится руководство компании, да, наша логистика, которая работает ежедневно. Поэтому вам не нужно думать о том, что же будет, а если ваша задача сегодня делать те действия, которые приведут вас к результату. Обо всем остальном позаботится компания. Это я вам говорю на тысячу процентов. Думаю, как же это распугает. Не переживайте, все в порядке, абсолютно. Вот. Все меры предосторожности мы приняли, поэтому все отлично, ребят. Просто от напряжения связок бывает такое. Так. Вот именно мойте руки мылом от Армель. Все отлично, да, действительно. Володя Голосистый, да, спасибо. Спасибо, ребят. Ну что ж, смотрите, час с вами пролетел. Пока не видим на сегодняшний день больше ваших вопросов. Ну, я думаю, наверняка, возможно, они у вас появятся, потому что после того, как мы сейчас завершим наше мероприятие, вы вспомните, да, о том, о чем мы говорили. Вот. Насчет записи. Мы не хотели выкладывать запись, но видим, что у нас уже личка и наши группы в мессенджерах завалены вопросом, будет ли запись, потому что очень многие ребята не смогли зайти на это мероприятие. Хотелось бы поделиться и с ними этой информацией. Поэтому, если все получится, мы, конечно, выложим ее на очень долгосрочный период, потому что все-таки это презентация для внутреннего потребления, именно для нашей команды. И она нужна тем, кто действительно хочет вместе с нами продолжать идти в строю. И сейчас, даже если вы спали, активизироваться для того, чтобы в момент, когда многие лишаются квартир, машин продают, да, потому что подались паники, мы, наоборот, будем выстраивать свой собственный бизнес, чтобы покупать на дешевеющем рынке недвижимость, закрывать свои какие-то кредиты, покупать машины. Кто бы так хотел, поставьте плюсики. И, ребята, мы своими действиями за ближайший год, пока все ноются, что-то теряют, мы, друзья, должны показать, что мы это будем приобретать. Супер, друзья. Отлично. Все, ребят, всем большое спасибо за то, что были с нами на вебинаре. Вот, всех любим, обнимаем. Еще раз напоминаю, что… Обнимать сейчас нельзя. Виртуально обнимаем, потому что без этого никак нельзя. Используйте на всю катушку вот эти вот полтора дня сегодняшний, окончание сегодняшнего дня и завтрашнего для того, чтобы максимально закрыть месяц, да, снабдить себя продукцией и не бояться уже доносить людям, которым вы стеснялись, давать информацию не только о продукте, но и о возможности. Я уверен, они вас услышат. Все, всем хорошего настроения, будьте здоровы и отличного завершения месяца. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok